Мария выросла в полной дружной семье, получила высшее образование кондитера и работу мечты. Ее торты пользовались популярностью, а карьера шла в гору. Вскоре у нее родилась долгожданная дочка, а потом в ее жизни появились запрещенные вещества. Я употребляла так, что я ничего не ела, но еще немножко я бы погибла, потому что организм потом перестал вообще какую-то еду и воду принимать. Только у меня была водка, наркотики, вода и сигареты. Это все произошло, когда у меня родители уже не выдерживали, со мной все отношения прекратили. Их тоже можно понять, и они устали. Я оказалась совершенно одна вместе с этими веществами. Это были друзья и враги, и все вместе у меня. В какой-то момент Мария осознала, что она на самом дне. Тогда девушка собралась силами и позвонила единственному человеку, который мог ей помочь – маме. Так она оказалась в наркологическом диспансере и начала свой путь к чистой жизни. И вот уже пять месяцев она не употребляет. Вот здесь такая программа, вот эта 12-шаговая, да, и приходят ребята-реабилитанты, на которых ты смотришь, которые чистые, которые ни день, ни два, а уже годы. И ты думаешь, блин, это реально, это вот можно вылечиться, можно выздороветь. И вот благодаря им, да, смотря на них, я тоже стала цепляться за вот эту возможность. Мария призналась, ее состояние улучшилось в первую очередь благодаря врачам. Они окружили ее заботой и показали, что она не одна. Валерия Амельяненко пришла в диспансер еще на третьем курсе и уже несколько лет помогает пациентам начать новую жизнь. Первый мой пациент, который мне запомнился, это был прием, его привезли по скорой. Он был в тяжелом состоянии, скорая не хотела его везти никуда. Она ЭКГ, мне не понравилась его ЭКГ, и уже поэтому я начала консультироваться с нашими кардиологами, с нашим психиатром-наркологом, и мы его направили. И насколько мне известно, что это помогло пациенту спасти его жизнь. По словам Валерии, трудолюбие и любовь к людям помогают ей добиваться успехов в карьере. Благодаря этим качествам она окончила академию с красным дипломом, а благодаря целевому обучению у нее появилась стабильная и любимая работа. Тут она нашла свое призвание. Что бы вы сейчас посоветовали зависимым людям, которые находятся в тяжелой ситуации, но очень боятся попросить помощи? Наверное, не боятся действительно врачей, которые учатся этому, обучаются уже много лет. И к каждому у нас индивидуальный подход, мы к каждому готовы встретить, помочь. Если вы оказались в тяжелой ситуации и хотите избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, звоните по телефону 21 36 08. Екатерина Бокшеева, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.